Шкатулка для нюхательного табака, принадлежавшей Николаю II, диадема, которую надевала императрица перстень государя, домашняя утварь из серебра, латуни и хрусталя. Карл Фаберже, царский и царственный ювелир, умел даже дерево сделать драгоценностью. Это последнее яйцо, которое было изготовлено для императорской семьи. Яйцо уникальное, потому что оно очень простое. Оно сделано из карельской березы, потому что уже были такие тяжелые времена в стране. В музейном комплексе Новый Иерусалим открылась выставка, знакомящая посетителей с историей знаменитого дома Карла Фаберже. Меры безопасности соответствуют уровню экспонатов. Конечно, вся безопасность здесь на высшем уровне. Это сигнализация, это специальные стекла, это дополнительная охрана, это все, что происходит в зале, все по наблюдениям. Фирма Карла Фаберже создавала и предметы повседневного обихода – табакерки, бонбоньерки, портсигары, столовые приборы и предметы сервировки. Выставка организована в сотрудничестве с музеем Фаберже в немецком Баден-Бадене, Эрмитажем и Петерговским музеем-заповедником. Экспозиция открыта до середины марта этого года.